Стиснув зубы и краснеет возмущение, Денис Бородин, заместитель начальника таможенного поста, заявляет коммерсанту Придется пройти процедуру досмотра с особым пристрастием Служащий заподозрил этого человека в попытке провести через границу наркотики в чае Причем подозрения возникли уже после того, как бизнесмен Максим Арбацкий миновал сканер и рамки металлоискателя Ни один из приборов не среагировал, но служебная собака подала знак Инспектор Бородин хотел оставить мужчину в нейтральной зоне до выяснения всех обстоятельств Бизнесмен сопротивлялся и он, конечно, не ожидал, что его будут успокаивать вот таким образом Инспектор Денис Бородин, видимо, тоже не думал, что получит отпор Да и вряд ли должностные инструкции позволяют ему драться с гражданами Впрочем, и Максим Арбацкий показал крутость своего нрава, за что спустя несколько минут и поплатился Пограничники вызвали полицейских, а пока стражи порядка добирались до пропускного пункта Инспекторы продемонстрировали мужчине и его супруге, что такое настоящий досмотр Повторно и очень внимательно проверили карманы, чемоданы, вещи Заглянули и в те самые подозрительные пакеты с китайским чаем в каждой Хотели даже заварить напиток и попробовать, но просыпали Чай вот весь рассыпал он по зданию таможенного контроля Максим Арбацкий партию китайского чая хотел продать в России Привез из Поднебесной две коробки с открытой упаковкой Теперь вряд ли кто-то примет товар к реализации Удара я никак не ожидал, ну вообще никак не ожидал Я был настолько ошарашен этим, удивлен и не знаю Ну сработало чувство самосохранения ответное, потому что я переживал, что может он дальше начнет мне наносить удары И он стоял, молчал, был в каком-то неадеквате, меня не выпускал, начал бить Ну и таможенников понять можно, а через них проходят тысячи человек Каждого подозрительного приходится досматривать самым тщательным образом Ведь прячут наркотики не только в багаже Попробуй разберись, в каком месте искать Причем странные коробки из Китая, как правило, не сопровождают наклейками с переводом состава Нас вообще тут оставили, вот люди уже даже выпивать стали Коммерсант Максим Арбацкий хочет довести дело до суда А правда понимает, что и сам может оказаться обвиняемым, ведь не подчинился требованиям, полез в драку Заместитель начальника таможенного поста Денис Бородин тем временем продолжает держать границу на замке Следователи заинтересовались этим конфликтом, но с выводами не торопятся И до конца проверки не будут применять какие-либо меры по отношению к участникам потасовки Антон Талпо, Александр Токарев, телекомпания НТВ, Приморский край